Приветствую вас, Марина. Вы знаете, как это не парадоксально бы звучало, но ваш папа прав в том, что, сам того не осознавая, он прав в том, что говорит, что вы такая же, как мама. В том плане, что вы ведете себя так же. Вот, и ваше поведение заключается в том, что вы жертва, равной степени, как и ваша мама, тоже жертва, и, равно как ваш отец, тоже жертва, хотя находится немножко в другой позиции, находится в позиции тирана, в позиции агрессора, но, тем не менее, он все равно, тоже жертва. Жертва, потому что никто из вас не несет ответственности за свои действия. Например, ваша мама не несет ответственности за то, что она выбрала такого мужчину, завела вместе с ним детей в частности вас, я не знаю, есть у вас брат или сестра. Вот, отец не несет ответственности за то, что он не обеспечивает себя, и мама ему это позволяет. А вы не отвечаете за то, чтобы быть с собой, позволить вашим родителям быть самыми с собой, за то, чтобы уважать их выбор быть теми, кто они есть, и свой выбор быть той, кто ее свой. Вот и получается, действительно данный круг, действительно данный круг получается. Но не для того, что вы не знаете, что сказать своим отцу и донести до него, что это ваша позиция, а для того, что вы все находитесь в позиции жертвы, и в первую очередь находитесь в позиции жертвы, конечно же вы. Но, тем не менее, у вас есть и больше всего шансов выйти из этой позиции, стать, наконец, свободной, независимой, при условии работая с психологом. Вот. Что касается ответа на вопрос, что делать, то... Что делать, чтобы что? Вы же не хотите, чтобы, например, я или кто-либо другой из специалистов прямо сейчас рассказали вам, что нужно делать в этой ситуации, в которой оказались. Я думаю, что вряд ли. Но, если так, то вы же понимаете, что действовать нужно вам так, как вы хотите. Своих родителей в любом случае вы не изменить это, это совершенно точно. И, тот факт, что, скажем так, папа или мама признают свою вину за что-либо, да, ну, тоже, по сути, дело никакого не решит. И ничего не предоставит, ну, то есть, никакого вам плюца, да, это не даст. Это очень хорошо нужно понимать вам. Вот. Поэтому идея заключается в том, что у вас имеет место быть определенные обиды. Определенные обиды, в частности, на отца. Вот. Эти обиды, обидами вы, обидом, обидом вы научились у своей мамы, которая также обижается на вашего отца, ну, используете обиды, в данном случае, как манипуляции для того, чтобы человек чувствовал себя виноват. Знаете, потому что, ну, ваша мама, она также сносит свой вклад вообще в скандал, она также сносит свой вклад в те ссоры, которые развиваются между, ну, между ей и вашим отцом. Вот. Поэтому, удивительно, но при том, что вы жили от родителей отдельно и вот вернулись к ним, у меня возникло столько такое ощущение, что вы зависимы от них, потому что ситуация, которая вы отписываете, вы характеризуете как ужасно. Вот, ну, ужасного в этой ситуации на самом деле нет ничего, то есть она ужасна для вас, она ужасна для вас, но в ней ничего такого нет, эта ситуация абсолютно нормальная ситуация для ваших родителей. И более того, эта ситуация, она случалась неоднократно, когда вас не было, и никто почему-то маму вас в этот момент не защищал. Самое главное, что она себя не защищала в этот момент, а вы пытаетесь защищать того, кто не защищает себя сам, то есть, по большому счету, спасайте. Ну, при условии, конечно, что человек сможет себя защитить, но в данном случае, может как себя защитить, может, 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 может. Ну, вот, в принципе, такая история. Это вот то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить, то, как я могу вам ответить на ответ. Вот. Забраться в себе, в своих обидах, работать с ними. Вот. И вот вы говорите о внутренней связи с отцом, да, что это за внутренняя связь с отцом. То есть, давайте по факту. Давайте по факту. Вы приезжаете домой, между вашими родителями случается ситуация, которая не является какой-то необычной, не является какой-то новой, да. Отец ведет себя так же вполне обычно, то есть, когда выпить становится агрессивным. Вы вещаете свою маму вместо нити, вот тем самым подкрепляя это поведение как со стороны отца, так и со стороны матери. И ответ вам становится неприятным, хотя он ничего такому не сделал. Знаете, я, конечно, не уверен, я не уверен, я не уверен, но мне кажется, что речь идет о том, что вы как-то вот ждали, что он изменится. Ждали, что он будет вести себя по-другому. И особенно, вот это вот какое-то такое, эта надежда на то, что он изменится, она усилилась, когда вас не было с родителями, когда вы жили отдельно. То есть, вы вот живя отдельно, вы идеализировали своего отца, возможно, вы скучали по нему и прочее-прочее. Ну, нет-нет, оказалось, что он все такой же. И в этот раз стало ударом. И когда надежда на то, что он изменится, ушла, ушла, выяснилось, что вы своего отца не принимаете таким, как он есть. А, возможно, вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Именно потому, что вы себя не принимаете такой, какая вы есть. И вы делаете все вот эти вот вещи, которые вы делаете. В том числе даже задаете вопрос на нашем сайте. Вот. Выглядит так. То есть, нет, нет ощущения, что у вас все было внутри, если это связано. Понимаете, вот. Я мог бы, вот как я это вижу, да, я мог бы понять, что, допустим, что там 20-30 лет отец жил с вашей мамой, ни разу не получил голос, ни разу ничего не было такого. Значит, внезапно он это сделал, ударил ее, допустим, вот. И на утро, значит, проснулся хоть и с честной собственной вины, но все равно с убеждением, что это она виновата, допустим. Ты сможешь сказать, да, дед, слушай, ты какой-то такой, мне кажется, я тебя не знал за такого. Да. Тут да. Но то, что вы говорите, нет. Вот. То есть, мы говорим либо об этом, о надежде на то, что он изменится, либо мы говорим о неком таком образе отца, который вы вынесли из своего детства. И вот, если у вас родители такие, ну, точнее, отец такой достаточно авторитарный, да, такой вот достаточно подавляющее такое, подавляющее ответство, вот. То, что вы, соответственно, наверное, такая более, вот, ну, склонна к такой сладости какой-то, вот такой сладости, к жертвенности, к жертвенности, как ваша мама. Вот. И вы вынесли, вот, из детства образ отца, как такого сильного защитника, соступника, а ваше отец таким не является. Вот. И опять же, этот образ, это некая идеализация, это результат ваших собственных, по вашей собственной потребности в защищенности, которые вы себе, которые вы не удовлетворяете. Вот. Концертница. И да, вы абсолютно правы, что высказал посыл, он с вами не согласится, ничего не изменится, и, потому что вы же считаете, что он должен вести себя по-другому, вы же считаете, что все должно было быть иначе. Только вот, чего вы так решили, это большой вопрос. Вот. Ну, в целом, я думаю, что не так. Я не очень здесь понимаю ваш вектор, да, так вы рассказали историю. Хорошо. История представляет из себя классический треугольник картона. Отец-агрессор, маму жертву вы спасите. Вот. Изучаете его, получаете представление, занимаетесь психотерапией по выходу. Вот. Что я могу сказать, да? С другой стороны, есть обиды на отца. Вот. Ага. И, с другой стороны, есть еще какие-то страйки, неверные себе, возможно. Что вам принадлась от жертвенной позиции нам. Вот. Шуль. Опять же, детско-родительские отношения. Ну, по-разному. 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 Вот. Психотерапия. Да. Можно по-разному работать. Вот. Так вот. А что делать вам? Чтобы что? Определить целью. Целью выводится из ваших ценностей. Так вот. Какие у вас ценности? Такая будет цель. Ну, что? Если не знаете, поможем. 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 Поможем разобраться с этим. Но. С чего вы хотите? Совет? С чего? На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Так вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация возвращится. И да. Глочи нами тоже нужен психолог. Поэтому рекомендуйте ей обратиться. Ходим на наш ресурс. Удачи с жало ages 20. И, пока pads Buy, мы будем ее еще разобраться петент, чтобыيل у меня много Perhaps. Потом сжимаем массаж.